Всем привет! Я в два захода делаю шурпу из курицы. Вчера я варил бульон, пряный бульон. Я вот беру высушенный перчик чили. У меня мексиканский перчик, но это совсем не обязательно. Но я из Мексики привез, да. Можете взять свежий, красный или зеленый. Можете чуть-чуть аджики в бульон добавить, корешки кориандра, кинзы, то есть, и перец душистый горошек. Вот я загружаю в эту сетечку, которая когда-то в котором заваривался чай, но это было давно. Сейчас оно для специй при варке супов я использую. Цыпленок обычный из супермаркета. Обрабатываю его перед варкой. Я сниму всю кожу. удалю гуску, уже удалил. Разрезаю вдоль хребта. Собственно, с обеих сторон хребет вырежу. Ну, конечно, он будет вариться тоже самый навар от косточек в бульоне. А что касается кожи, то я удаляю в последние годы. Но если вы считаете, что ее не надо удалять, это ваше решение. Пожалуйста, ничего. Это не отрава, конечно. Ну, кожа снимается достаточно легко. Вот обнажается грудка. Я вырезаю грудку. Грудка будет вариться в последнюю очередь. За 9-10 минут до того, как все остальные части курицы будут сварены. Тогда только я опускаю в грудку. Ей достаточно 9 минут, и потом, чтобы она остывала в этом же бульоне. Ну, в общем, снимаю практически всю кожу. Ну, кроме скрылышек я не снимаю. Что там снимать-то? Ну, и реже вот можно так ножку с бедром оставить, а можно их тоже разрезать. Ну, и вторую половину так же, точно так же вырезаю в грудку. Примерно 3 литра воды. Чистая вода комнатной температуры. Ну, и со всеми ингредиентами у меня получится, например, на 4 литра супа. Отправляю все, кроме грудок двух. Ну, и ставлю на огонь. На мощный нагрев. Ну, вот образуется пена, ее надо удалить. Это свернувшийся белок. Отправляю специи. Пару лаврушек тоже с перчиком. Ну, и соль. И ставлю на минимальный нагрев и закрываю крышкой. Ну, примерно 25 минут. Это дело будет твориться при очень слабом кипении. Вот так вот. Еле булькает, как видите. Ну, вот почти готовы уже эти бедрышки. И прочие завчасти куриные. Добавлю нагрев снова и отправляю туда грудку. Перчики уже, кстати, можно убрать. Лаврушку тоже. Но опять все закипает, когда грудки уложил. И снова накрываю крышкой. Через 9-10 минут выключаю. Не открывая крышку, пусть остывает. Да, спасибо за просмотр рекламы. Все, бульон этот был вчера сварен. Он остыл у меня на балконе. Сейчас вот осень, даже начало зимы. Ингредиенты перед вами. Начинаю готовить. Среди ингредиентов вы видите полстакана риса. Можете взять любой. Ну, первым делом отправлю рис. Пусть промывается и замачивается. Ну, вот бульон остыл. И на поверхности застывший жир, который тоже можно убрать. А можно не убирать, потому что его, в общем-то, немного здесь. Ну, я уберу и сварю достаточно диетическую шурпу. Тем не менее, она будет очень вкусной. Убираю сварившуюся курицу. Специи. Отправляю связку вот этих корешков петрушки и укропа. Помыв, конечно, и связав кулинарной ниткой. Вчера у меня не было петрушки и укропа, поэтому я их вчера не отправил, а сегодня есть. Режу ингредиенты. Нарезал одну луковицу. Пару картошек. Буду использовать репу. Ну, репу вот в Москве, в супермаркетах, в данный момент, она часто попадается. Стоит недорого, а в шурпе она очень хороша. Ну, видите, у меня две репки. Одну морковь использую. Но если у вас репы не будет, это не значит, что шурпу нельзя сварить. Конечно, можно. Добавите еще пару картошек или больше риса. Морковку нарезал. Ну, вот этот кусочек не буду использовать. Хватит морковки. Режу репу, ну, как угодно. Тоже не крупно. Ну, и в пакете, вон, чуть дальше около соли, вы видите, замороженный болгарский перчик. Ну, сезонный, сентябрьский. Я его постоянно замораживаю и укладываю в пакеты разного объема. Ну, и зимой он очень хорошо помогает готовить супы, соусы. Он уже нарязан, его резать не надо. Помидоры консервированные, итальянские, как обычно. Тоже покупаю в сентябре, и это обычно стоит недорого. Ну, примерно полбанки, может, немножко больше. Ну, нарежу тоже, чтобы не были очень большими кусочками. Все, вода закипела. Отправляю лук, морковь, картошку и следом томаты. Разгоняю пену вот так вот. Накрываю. Видите, тоже на очень слабом нагреве варю. Это даст нам прозрачный бульон, очень вкусный. Прошло минут 25. Промытый рис отправляю в кастрюлю и репу. Рису надо минут 20 вариться. Примерно так же и репе. Ну, и замороженному перчику тоже примерно так же. То есть, через 20 минут у нас все будет готово. Ну, так выглядит перспективно. Пробую. Бульон был у меня соленый. Вчера соленый. Ну, сегодня досаливаю. А уже нарезал пару зубчиков чеснока и зелень. Это кинза и укроп. Минут через 15 после риса, репы и перчика отправил в кастрюлю чеснок и часть зелени. Потыкал вилочкой. Репа и картошка готовы. Ну, через пару минут можно выключать. Ну, собственно, и подавать можно. Что я делаю. Ну, что сказать. Это очень вкусная штука. Очень вкусная еда. К тому же диетическая. Ну, для меня это не было главным. Но, тем не менее, она диетическая. Грудка получилась сочной. Очень вкусная. В принципе, как и все другие части курицы. Рис, кстати, можно использовать любой. На ваше усмотрение. Приготовьте. Приятного аппетита. Удачи. Пока.